Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Используйте, в том числе, этот материал для принятия торговых решений. Мы, как и всегда, открыты к предложениям, к фидбэку с вашей стороны. В комментариях можно писать, если хотите прям напрямую обратиться. У каждого из клиентов компании Amarkets есть свой персональный менеджер, можете ваши запросы передавать через него. Ну что, друзья, давайте к повестке экономического календаря. Сегодня несколько релизов, на которые мы должны обратить внимание. Во-первых, это данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут в 13.00 по московскому времени. Годовое значение, предварительная оценка. Я думаю, что цифры вряд ли будут существенно отличаться от той оценки, которая была ранее. Но интереснее будет месячный показатель базовой инфляции и основного индекса потребительских цен. И здесь я жду определенного рода сюрпризы. Мы знаем то, что из-за событий в Восточной Европе, из-за последствий ковида, пандемии, с которой столкнулась вся мировая экономика еще в 2020 году, и до сих пор отголоски, опять же, в виде сорванных цепочек поставок, проблем с логистика, это все актуально. Все это раскручивает инфляцию на протяжении не одного месяца уже подряд. И нам нужно сейчас анализировать данные по индексу потребительских цен с еще большим вниманием, нежели чем всегда. Потому что сейчас для нас, как участников рынка, которые пытаются оценить состояние экономик и определить оправданную ценность валют, которая стоит за этими экономиками, нужно понимать, насколько сильно могут просесть темпы экономического роста, если инфляция выйдет из-под контроля. Она, очевидно, уже вышла. Много раз я уже говорил вам про термины стокфляции. Соответственно, чем выше индекс потребительских цен будет фиксироваться в последующие месяцы, тем больше мы будем с вами говорить, друзья, о том, что потребители вынуждены меньше тратить на товары и услуги, которые не относятся к сектору энергоресурсов. И это уже будет выливаться в более слабые показатели потребительского спроса, розницы и то самое замедление экономического восстановления, о котором я говорю. В отношении европейской валюты мы давно взяли на прицел фокус внимания пару евро-доллар и ранее я рекомендовал шортить ее после пробоя поддержки 1.10. Это тот самый уровень, с которого можно было бы проявить активность, если вы не шортили евро-доллар, когда эта пара котировалась выше. Сейчас все эти глобальные риски, которые я описывал, для валютного блока актуальны как никогда. Вот опять же, сегодняшний скачок по инфляции, пожалуйста, негативный фактор для евро. Не забывайте о том, что события в Восточной Европе, это тоже, даже тоже, наверное, неправильное слово, это чуть ли не ключевой риск сейчас для главного валютного актива рынка Форекс, потому что мы видим то, что эти события уже привели к перебоям поставок сельхозпродукции и углеводородов. Это только лишь начало. Если вы, друзья, забыли, как данная ситуация влияет на конъюнтуру ценовую сырьевых инструментов, то я рекомендую вам открыть график газа и посмотреть, что происходило с этим активом буквально несколько дней назад, когда мы видели бешеный скачок цен с 500 долларов за тысячу кубометров практически до 4, после чего последовала коррекция. И сейчас многие выдохнули, считая, что худшее уже позади. Но кто вам сказал, друзья, что худшее уже позади? Между прочим, многие эксперты по-прежнему допускают, что главный кризис предложения, он только лишь грядет. Это будет касаться также кризиса предложений, упирающегося в поставки голубого топлива в еврозону. А что будет с странами ЕС, которые потенциально могут остаться без данных поставок со стороны российской экономики, либо столкнуться с дефицитом этих поставок, с ограниченным предложением. Здесь нетрудно догадаться. Еврозон очень сильно зависит от голубого топлива и альтернативных поставщиков его попросту нет. Рецессия – это самый вероятный сценарий, поэтому каждый раз, когда у меня спрашивают, что ты ожидаешь от европейского или от пары евро-доллар, я вам, опять же, также транслирую идею, что до тех пор, пока вот эти риски сохраняются, пока мы вынуждены говорить о европейской экономике, как о регионе, уже в рецессии, евро покупать не нужно. Также сегодня, друзья, в 15.00 заседание Банка Англии. Сейчас пара на фунт-доллар котируется на отметке 1.3156. Ранее у нас был очень сильный рынок труда. Действительно, уровень безработицы снизилось количество заявок на пособия безработицы, просело почти на 40 тысяч. Хорошие цифры, тут даже не нужно ничего выдумывать. И важно, что блок сильных данных по рынку труда может стать еще одним аргументом для голосующих членов британского регулятора, чтобы поднять ставку уже третий раз за последние 4 месяца. И сегодня как раз заседание Банка Англии в 15.00 по московскому времени. По прогнозу ставку повысится с 0.5 до 0.75%. Я присоединяюсь к этому прогнозу, считаю, что, учитывая, что буквально два дня назад пара фунт-доллар котировалась на многомесячных минимумах и сейчас чуть-чуть отбилась от уровня поддержки 1.30, не стоит говорить о том, что все уже заложено в ценах. Поэтому для тех, кто хочет рискнуть, я бы сегодня рекомендовал рассматривать фунт с точки зрения длинных позиций, как реакцию на ужесточение монетарной политики и потенциальный рост этого дуэта активов в пунктах на 100-150, почему бы и нет. Дальше идем. Рынок нефти 99.68. Есть как бы образно представить текущую ситуацию на рынке нефти. Это весы левой и правой чаши, где с одной стороны риск предложения, с другой риск спроса. И вот этот риск, опять же, эти две чаши, они сейчас балансируют. В зависимости от того, как меняется новостной фон, перевешивают либо правое, либо левое. Я все-таки, друзья, сейчас, конечно же, я могу сказать, что есть актуальные опасения за перспективу мирового экономического роста и за ухудшение ситуации с ковидом в Китае, где новые ограничения уже последовали. В изоляции оказались более 40 миллионов человек. Больше число, большее количество случаев выявленных заболеваний. Сейчас фиксируется в городе Шанчжэнь. Это один из крупнейших промышленных центров, кстати, Китая, где базируется, сосредоточено большое количество производственных мощностей, которые занимаются производством комплектующих и оборудования для IT-гигантов, для автомобильной промышленности. И сейчас эти заводы временно приостановили свою работу. Конечно же, логично рассуждая, можно предположить, что очень сильно, еще больше просядет промышленное производство, замедлится темп восстановления китайской экономики. И поскольку Китай – ключевой потребитель нефти, это отразится на спросе. Это все так. Но на текущем этапе, друзья, я все-таки делаю больше акцент на риск предложения, который имеет место быть. К тому же, к сожалению, последний новостной фонд по событиям в Восточной Европе свидетельствует о том, что все дипломатические усилия, которые ранее были направлены на преодоление разногласий, они пока не принесли должного результата. Конфликт продолжается. И риск того, что мировой рынок нефти может остаться без еще солидной порции поставок углеводородов из России, он актуален как никогда. Вчера вышел доклад Международного этического агентства, из которого следует, что поставки российской нефти уже с апреля на глобальном рынке снизится больше, чем на 3 миллиона. И, кстати, на фоне этих цифр был пересмотрен прогноз предложения на этот год по рынку нефти в целом. И ожидается сейчас то, что предложение снизится на 2 миллиона до 99,5 миллионов баррелей в сутки. И здесь нужно оценить также ситуацию со спросом. Спрос снизится, друзья, на 1 миллион и составит 99,6. То есть 99,5 миллионов баррелей в сутки предложения, 99,6 спрос. Но очевидно, здесь рассинхрон и спрос будет превышать предложение. Поэтому я сторонник того, что после вот этой коррекции мощный, да, друзья, но рынок необычный, крайне волатильный и такой же новостной фон, у бренда ИВТА есть больше шансов снова вырваться вперед. Индекс американской валюты 98,50 около данного уровня. Мы котируемся. В принципе, какой-то серьезной динамики мы не увидели. Хорошо, что американская валюта сильно не потеряла, плохо, что не выросла. Потому что я рассчитывал на то, что у нас сегодня будет возможность говорить об уровне 99 с небольшим и ждать уже к концу недели отметку 100 пунктов. Но я по-прежнему допускаю, что в ближайшие дни тест этой планки произойдет. Потому что ФРС, как и ожидалось, повысил процентную ставку, запустил цикл ужесточения монетарной политики, отметил, что до конца этого года повысит ставку еще 6 раз. И, кстати, ожидание сейчас. ФРС будет действовать агрессивнее, чем ожидали участники рынка, которые настраивались на то, что к концу года ставка будет 1,5-1,75%. ФРС же вчера признал, что планирует поднять ставку до 2%. Я считаю, что, может быть, это правильное решение для американского регулятора, потому что нужно бороться с инфляцией. Инфляция продолжает расти. И я считаю, друзья, что после такой риторики, комментариев, не нужно отказываться от длинных позиций доллара. Потому что доллар будет с каждым месяцем становиться все крепче и крепче. Потому что с каждым месяцем, каждый месяц мы будем с вами ждать заседания ФРС и ждать очередное решение по росту процентных ставок. И по другим активам. Доллар канадец. Ранее мы рассматривали короткую позицию с целями 1,25. Это по-прежнему все еще актуально. Не забывайте, друзья, что рынок труда, который вышел неделю назад, в пятницу, поддержал нашу позицию, что 13 апреля Банк Канады повысит процентную ставку. Вчера вышел отчет по инфляции. Рост с 5,1% до 5,7%. Базовая инфляция тоже выросла. Еще один аргумент для ужесточения монетарной политики. Ждем восстановления цен на нефть и будет мощный обвал этого дуэта активов. И индекс S&P 500-4342 понта. Не нужно попадать в ловушку из бычных ожиданий, бычьих ожиданий того, что рост продолжится. Ужесточение монетарной политики – это негативный фактор для всей фондовой секции. И я думаю, что спустя несколько недель осознание этого все-таки сделает свое плохое дело и спровоцирует снижение S&P до тех целей, которые были обозначены ранее. Это в районе 4000 пунктов. На этом, собственно, все. Друзья, большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!